Известно, что на сегодняшний день минимальный размер оплаты труда по Якутии составляет 23 723 рубля. И для контроля работодателем федерального законодательства АМРОД был создан республиканский штаб, в который входят органы исполнительной власти, инспекция труда и налоговая служба. Далее тема продолжит Наталья Колесова. Вопросы по оплате труда волнуют каждого работающего человека. Существует такое понятие, как МРОД – минимальный размер оплаты труда. Меньше нее зарплата просто не может быть. С 1 января 2018 года для работников государственных и муниципальных учреждений Якутии минимальный размер оплаты труда составляет 23 723 рубля. А с мая текущего года МРОД должен еще повыситься. С 1 мая текущего года МРОД у нас еще увеличится и составит 11 163 рубля. Законопроект уже находится на стадии направления в Госдуму. Вносит разработчик Минтруда России, вносит правительство Российской Федерации. Ну тогда, соответственно, и у нас размер заработной платы тоже увеличится. Уже будет не 24 677 рублей, а уже свыше 27 000 рублей. Это как бы будет минимальное пороговое значение заработной платы. Однако у некоторых граждан заработная плата все равно бывает ниже МРОД. Для того, чтобы усилить контроль, насколько работодатель исполняет норму федерального законодательства о минимальном размере оплаты труда, в Якутии создан республиканский штаб. Работодатели будут не исполнять требования федерального законодательства. Мы же все-таки правительство, уполномоченные органы в этом направлении должны контролировать. С этой целью как раз и создан штаб, республиканский штаб, куда вошли, во-первых, курирует направление заместитель и представитель правительства Алексей Прокопьевич Дичковский. Туда вошло наше министерство, трудовая инспекция, органы исполнительной власти, которые должны отслеживать эту выплату. И, значит, также рекомендовано, чтобы на муниципальном уровне главы поселений создавали тоже штабы, и чтобы таких массовых невыплат не было. На сегодняшний день штабы созданы и в муниципальных образованиях. Уже республиканский штаб работает, и районные штабы, они уже созданы в 28 муниципальных районах. Разработан проект регламента работы членов штаба с надзорными органами. Мы советуем работникам все-таки посчитать заработную плату с учетом тех изменений, которые были внесены в этом году. Уточнить, сколько надбавок он заработал, с какой размер районного коэффициента. Почитать, если есть опасения о том, что работодатель недоплачет, срочно обратиться либо в районный штаб, либо уже напрямую в инспекции труда прокуратуры республики. Обеспечение минимальной государственной гарантии по оплате труда является первостепенной задачей работодателя и обязательно к исполнению. Предполагается также, что повышение МРОД будет способствовать улучшению качества рабочих мест, увеличению платежеспособного спроса на товары и услуги. Продолжение следует...